Слушайте её так же, как вы меня слушаете. Окей, и ты, Китти, пожалуйста, читайте таск. Эксерсайзе 3. Эксерсайзе 3. Посмотрите и пишите вопросы. Тогда пишите ответы. Третье ответы. Значит, правдивое написать. Окей. Эксерсия 1. Это пример. Please read. Красивое платье. Красивое платье. Как в вопросе, так и в ответе. Number 2. Number 2. Nice shirt. Is it? Is this. Мы пальчиком пока. А! Длинная стрелка, это, наверное, далеко от нас. Далеко и Е-Че. Это будет... That. Is that t-shirt nice? Please read the question. Is that t-shirt nice? Is that t-shirt nice? Is that t-shirt nice? Good. И здесь что мы можем сказать? That. Далеко или близко то платье? Good. Нет, далеко, а that. Длинная стрелочка, видишь? Да, Ли? А если было бы близко, как платье, было бы не that, а что? А, ну мы должны ищут руанса. Как тебе это т-shirt? Ну, нормально. Давай, no. А мне она не очень нравится. No. Ну да, а ботинки? А, ботинки просто ужас. No, it isn't. Как будто в джеймис. Okay. No, it isn't. No, it isn't. Please read. Ну, ботинки такие. Ну, на мужских... Ну, да. Ну, да. Ну, окей, 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 окей. Number two. Please read the question and give me the answer. Is it t-shirt, 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 night? No, it isn't. Good. Ну, а для маначи... Ботинки, это каким мы местоимением можем заменить? Ботинки, это они, правильно? Ага. А они по-английски это как? They. А для they мы какую форму глагола to be выбираем? А. Выносим в вопросе А на первое место и получаем, что? Are those... Are those... Good. Boots. Are those boots... Good. Yes. А те ботинки хорошие? Опять же, those, это для е, ч, или для маначи? Сеньги? Маначи. Окей. Плорал. Плорал. А ты не помнишь, как будет плорал для множественного числа, но только которые под носом? This. This. А множественное, которое те, те ботинки далеко. Будет как? Boots. Окей. Boots – это они. И они, in English, it is? They. А для they мы выбираем? Are. Окей. No. No. They. They aren't. Thank you. No, they aren't. Но их даже нормальными нельзя назвать. No. Даже в серединку они не попадают. No. Okay. Please read the question and the answer. Are those boots good? No, they aren't. Good. Listen to her. No, they aren't. Repeat. No, they aren't. No, they aren't. Горлышко. Good. Very nice. Ну, теперь number four. Green arrow. Зеленая стрелочка. Repeat. Green arrow. Green arrow. Short or long? No. Green arrow. Short or long? Short. Значит, это под носом. А для множественного под носом мы выбираем что? They. These. Окей. И это туфли, они. А как они в английском? They. И глагол to be для they мы выбираем какой? Are. В вопросе а выносим на первое место. Are. Are. These. Boots. Cool? Крутые? Yeah. Are. They. Boots. Cool? Are. Boots. Cool? Wait. Boots. Cool? Are. These. Boots. Cool? Are. These. Boots. Cool? Ну, это тебе решать, крутые они или не крутые, модные они или не модные. Что выбираем? Ну, они не крутые, они модные. Ну, все-таки cool – это крутые. Значит, no. No. They. Are. Aren't. Okay. So, please, read the question and read the answer. Are. These. Boots. Cool? No. They. Aren't. Good. Эти, эти под носом туфли крутые? Нет. Nice. Number five. Long or short green arrow? Long or short. Short. Значит, выбираем this, так как это под носом. А если бы было бы long green arrow, то выбрали бы что? Net. Ну, это все singular or plural. Часы. Ну, часы. Ну, часы. Местоимение it, потому что часы неодушевленное. Глагол to be для it, во что превращается? Is. Thank you. Ну, вот. Извыносим на первое место. Is this watch? Nice? Please read. Is this watch nice? Ну, что скажешь? Они такие золотистые. Как тебе? Yes or no? Yes. Yes. На таком металлическом браслетике. Yes. It is. It is. Как в вопросе. Так вот, it is. Но они, в принципе, не такие, как та обувь. Да. Окей. Read the question and give me the answer. Is this watch nice? Okay. Yes, it is. Good. Yes, it is. Ну, а здесь интересно, почему? Потому что им в Англии ставят проценты, а нам ставят оценки, а им ставят проценты. Ну, в этом случае я просто вам хочу показать, как у них выглядит тест по математике. Тебе там видно? Да. Ну, я надеюсь, ребятам тоже. Math test. Math test. Math test. Тест по математике. 56%. 56%. 56%. 56%. % Значит, всего 100%, если абсолютно пятерка с плюсом, потому что все сделано на 100%. Окей. 80% – это какая оценочка, как ты думаешь? Ну... Четверочка. И... 50%. Ну, или лишь 56%. Это какая оценочка, как ты думаешь? Ну, троечка. Ну, если 30%, то, извините, ребята, это какая оценочка? Двойка. А если 10% вообще кол? Получается, за 10% кол. У вас за 10% кол. И тогда мы переведем в русскую систему. 1%. 2%. 2%. 1%. 1%. 10%. 2%. 2%. 2%. 2%. 3%. 2%. А, суть. Мы решили суть. Правильно, суть. Но мне все-таки кажется, что 20% это один с плюсом. 50% it is. Satisfactory, удовлетворительно. То есть вот так вот. А, 80%. Соль. 100%. Соль. 101% это пятерка с плюсом. Это пятерка с плюсом. Excellent. Good. Okay. So, на что он тянет? Она тронет. Good. Или она? А, кстати говоря, у них еще буквы уже идут. A, B, C, D, E. Okay. Получается четверка. 4, in Russia. B, in England. 5, in Russia. A, in England. 3, in Russia. C, in England. C, in England. In England. 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 Это страна. А English это язык. Россия. Россия. У нас тройка. А, in England. Англия. У них какая буква? C, 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 C. Okay. So. Math test. Тест это он, но он одушевленный тест или нет? Нет. Нет. Поэтому it. Если бы он был одушевленный, он бы был he или she. It. Для it мы берем глагол to be какой? Is. Отлично. Из выносим на первое место. Из. Из. Тест. Из. Из. Месс. Из. Месс. Тест. Тест. Good. А тест по математике хороший? Давай артикль, потому что мы про конкретный тест с тобой говорим, или про какой-то непонятный? Конкретный. Конкретный. Именно про этот, да? Их же много писало, но мы именно про 56%. Okay. Ну что? Ну что? It. No. No. It. No. No. It isn't. Oh. Wonderful, ребят. Boys and girls, please repeat after Kitty. Kitty, please read again. Alright. If the math test is good? No. It isn't. Oh. Thank you very much. Kitty, thank you boys and girls. See you in a sec. Goodbye. Goodbye. Goodbye.